Новосёлова Тайм — Брендмейкер, автор книги «Делай что хочешь» и «Будь что хочешь», когда стучатся до себя. И примечательно будет отметить, что именно Владимир начинал эфир этого года, 23-го, 9 января, в понедельник. — Да, в понедельник. — Да, в понедельник. — И вот теперь, в последний понедельник года уходящего, мы снова рады приветствовать вас в студии, Владимир. — Спасибо, спасибо. — Видимо, есть какие-то итоги, которые стоит подвести. — Так, Татьяна, я даже по-другому сформулировала. Ну, поскольку мы с Володей, я уж всем говорю, что мы хорошо знакомы, да, и на «ты» будем. Чтобы никого не смущать, предупреждаю. Мне так и хочется спросить, ну и на что ты потратил этот год? — И что ты знаешь теперь про предназначение? — 300 с лишним дней. — Да, да. Что происходило? И, Володя, я так понимаю, что всё сложилось уже в какую-то определённую систему. Вот как его найти-то? Страдают же огромное количество людей. — Получается, такой отчётный у меня сегодня вероятный. — Отчётный, да, да. — Ну, как положено, да. — Ответственный. — С удовольствием, конечно же, с этим поделюсь. Да, это действительно уже система, которая уже отработана. То есть она даже сформировалась несколько раньше, когда книжку писал. Но этот год был действительно какой-то особенный с точки зрения количества людей, количества взаимодействий всяческих. И, скажем так, того же самого сарафанного радио, когда люди уже начинают говорить о том, что да, это работает. Потому что мы прекрасно понимаем, что звучит это... Я понимаю, как это звучит. — Нагло, нагло звучит. — Я могу найти предназначение. — Что ты можешь найти предназначение. — И более того, не просто найти предназначение, а именно как реализоваться. Потому что я действительно не психолог в плане того, что я не провожу какие-то опросы, не инкетирую и так далее. Я действительно человек, который продукты делает. То есть брендмейкер действительно. И отталкиваемся, скажем так, от обратного. То есть то, что человек чувствует, что он хочет, что он любит, мы превращаем в какой-то конкретный продукт. И этот год, ну, во-первых, он действительно показал, что, ну, можно ли это назвать репрезентативной выборкой, наверное, все-таки не знаю. Но, тем не менее, немножечко удручающая, как бы, такая история, что потеряшек стало как-то больше. То есть я их называю потеряшками. То есть, ну, мы все прекрасно понимаем, что времена сложные, как вы сказали, в Китае интересные, да? Да. И, получается, внутренние проблемы, вот эта неустроенность тоже обостряется в этих временах. Вот, друзья мои, я не знаю, почему вы об этом говорите с такой печалью. Для меня, например, то, что люди ищут свое предназначение, хотят заниматься тем, что им нравится, то, к чему душа потянется, там будет и драйв, и вдохновение, и деньги, и все. Мне, наоборот, это кажется очень добрым знаком. Потому что, когда люди обеспокоены самыми насущными проблемами, да, когда тебе нужно кормить семью, и здесь уже нет предназначения, то это знак того, что на самом деле вот первичная потребность какая-то удовлетворена, и теперь уже можно двигаться дальше и думать о том, а что же ты хочешь в этой жизни. Мне кажется, наоборот, это очень хорошим знаком. Но не находите, что иногда людям, прежде чем искать свое предназначение, они сталкиваются с тем, что сами себя загоняют в определенные рамки и не хотят выходить вот с этой привычной им территории. Она им не нравится, они не зарабатывают там достаточного количества денег, что-то еще, но вроде как, с одной стороны, обязанности тянуть семью, зарабатывать денег, а с другой стороны, ну, ты идешь вот по накатанной, как бы, вот река плывет, и вроде как все хорошо, все комфортно, ничего менять не надо, потому что найти силы просто что-то сильно изменить у себя, тем более в жизни, ведь мы не говорим об изменении, там, колесо поменять на машине, да? Мы же свою жизнь пытаемся менять, мы выходим из равновесия, как мы часто говорим. Вот смотрите, какая штука, вот это вот на самом деле такая, отчасти ключевая история. Я очень многие, как бы, вещи в рамках, опять же, той системы, технологий, понимаю, что мы к ним относимся, ну, с моей точки зрения, совершенно неправильно. Вот та же самая зона комфорта, о которой вы сейчас сказали. То есть никто не хочет выходить, или там психология, или она не даст соврать, что никто не хочет, как бы, выходить из зоны комфорта. Для меня это наоборот. Вот, если человек, на самом деле, если у него все хорошо, он из нее не выходит, выходить оттуда не надо. Засаза заключается в том, что большинство из нас не в зоне комфорта. Им как раз их точит, что что-то не так. И когда мы говорим, выйди из зоны комфорта, наоборот, наконец-то попробуй, попробуй найди свою зону комфорта. В этом, как бы, есть смысл. То есть ты не в зоне комфорта, ты просто боишься. А вот эта природа страха, это, на самом деле, основополагающая как раз история. Потому что вопрос... Здесь можно говорить очень много об антропологии, о нейробиологии и о разных других вещах, о психологии в том числе. Если у меня получится это как-то коротко изложить, я это тоже, конечно, попробую. Но фишка заключается в том, что мы не знаем, кому верить. Мы же боимся ошибиться. Мы боимся потратить время зря. Мы боимся, правильно ли мы делаем выбор. И вопрос, а кому верить? Потому что ты никому... Ну, то есть, что такое правильный выбор? И удивительно это заключается в том, что достижения научные всех последних десятилетий, они говорят, приводят к выводу о том, что мы всегда знаем ответ. Мы всегда знаем ответ. Но мы не верим. Мы верим некому сознанию. То есть мы должны что-то осознать, мы рационально рассуждаем. Но идея заключается в том, что я, это не мое сознание, это вся нервная система. Нет другой системы... Я что-то задеваю все время микрофон. Нет другой системы, которая позволяет нам воспринимать мир, анализировать мир, принимать какие-то решения. Это нервная система. Мозг, безусловно, его часть. И когда мы там, опять же, стремимся к какому-то счастью абстрактному, мы как бы даже сами себе говорим, мы не знаем, что такое счастье. Мы придумываем себе какие-то ответы, пытаемся думать рациональным вот этим вот сознанием. Но мы всегда знаем, что это не счастье. То есть мы-то ответ знаем. Вот я стремился там условно купить себе Porsche Cayenne, купил, понял, нет, счастье счастливым не стал. То есть у нас есть критерии, нет, а что это? Или наоборот, а вот сейчас ничего не произошло, а я счастлив. И этим управляет мне сознание. Это что-то из неосознанного, из подсознательного? Конечно. Бессознательное это и есть, на самом деле, очень рациональное, абсолютно прагматичное мышление. И мы как раз... То есть ему плевать, что ты там думал и как ты себе это материализовал, что счастьем будет для тебя куча денег. Фишка заключается в том, что бессознательному, то есть твоей нервной системе, которая у тебя имеет историю 30,5 миллиарда лет формирования, записана в ДНК в виде ген, она тебе говорит, мне плевать, какие выводы ты делаешь. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три, таковы координаты прямого эфира. Ваши вопросы, мнения и комментарии категорически приветствуются. Денвер Гелл. Замечательная композиция, не знаю, что вы об этом скажете. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три, координаты прямого эфира. Я напомню, у нас сегодня в студии не только Елена Новоселова, традиционно по понедельникам, но и Владимир Чичин, брендмейкер, автор книги «Делай, что хочешь и будь, что хочешь». Как достучаться до себя? Так как найти это самое свое предназначение? Каков тот первый вопрос, который мы должны сформулировать сами для себя? В его поисках, конечно. Все-таки немножко не так я построил. Вопрос заключается в том, нужно найти доказательства, кому ты веришь. Собственно, этим я и занимался очень многие годы. Доказательства с точки зрения того, что вот тот наш пресловутый внутренний голос, душа, сердце, все, что вот это мы как бы себе наговорили, оно более рационально, оно более опытно. А сознание, ребенок по сравнению с этим, и единственное, чем занимается сознание, оно всю свою сознательную жизнь пытается понять вот того самого умного чувака и пытается материализовать какие-то вещи, которые оно понять до конца не может. И все равно подчиняется. Мы же на самом деле... Вот самое-то удивительное, что мы очень много поверхностно уже знаем. На самом деле все все уже знают. Ответы есть на эти вопросы. То есть есть ученые, которые доказывают, да, что нами управляют гены, да. Что тебе нравится, не нравится. Но это только 33%? Да. А эмоции как же, простите? Ну, эмоции, они в некотором смысле связаны с... С генами, да. С гормонами. А, с гормонами. Еще атмосфера, атмосфера произрастания и воспитания. То есть, смотрите, интересная вещь заключается в том, что чувство — это и есть единственный способ мыслить. Другой технологической истории у этого не существует. Валочка, можно я подтвердю твои слова? Дело в том, что фраза известная декартовская, да, «Я мыслю, значит, я живу», вошла в обиход с неверным переводом. «Я чувствую, значит, я живу». «Я чувствую», потому что я сейчас не вспомню этот глагол на латыни, но он означает чувство, совмещенное с разумом, осмысление чувств. И я чувствую и мыслю, значит, я живу. И из-за того, что мы ее исковеркали... Ну, это материалистический век, да, это Ньютон, это физика, это развитие технологии уже с сегодняшнего дня. Поэтому я мыслю стала как бы превалирующим. А чувство у нас в загоне. И вот смотрите, какая история получается. Три с половиной миллиарда лет существует эволюция. То есть как жизнь зародилась. Мы сейчас не будем уходить, как она зародилась и какие версии существуют. Кто от кого произошел. Да, кто от кого произошло. Но тем не менее, так или иначе, эволюция — это постоянные мутации, это запись в ДНК и так далее. И это история выживания. Так поймите, понять достаточно просто. Хотя вроде бы на поверхности, но не хочется на этом задерживаться. Но то, что сейчас вы из себя представляете, это три с половиной миллиарда лет опыта выживания вашего конкретного вида, рода, конкретной фамилии и так далее и тому подобное. Это все эти мутации, все они, способы выживания, они записаны в ДНК, это те самые условно гены. Да, они так или иначе все равно вами управляют. Это так или иначе, как бы все знают. Да, на 33%, безусловно. То есть это записано в генах. То есть есть еще, безусловно, часть, которая для творчества тебя и двигает. И у тебя, на самом деле, в процессе выживания ты выживал разными способами. И нарабатывал свои компетенции все эти миллиарды лет разными способами. Кто-то, например, страшно трусливый. Кто-то говорит, надо, соответственно, нужно лечить это. Не нужно это лечить. Это, вернее, есть разные ситуации. Когда ты понимаешь, что это действительно нужно лечить, а когда это компетенция. То есть что такое трусливый человек там, условно? Осторожный. Это очень грубо. Это очень грубо. Это тот человек, который, да, раньше всех понимает, что где-то зреет опасность. Лучше всех находит, где, собственно, спрятаться и так далее. А тот, который... Ну, конечно, неспроста же говорят, да, что выжили только тревожные. Да, опять же. Что не тревожных, уже давно съели. И вот эти компетенции, они в нас заточены. И для кого-то... У меня просто совершенно прямо противоположно есть клиенты. Например, там приходит человек и говорит, я совершенно там грустный, тоскливый. И мне... Я... Как у меня что-то происходит, я сразу не борюсь с этим. Я сразу прячусь. Наверное, что-то со мной не так. И говорит, ты наоборот. Как раз у тебя способ... Адаптация. Как руководитель проекта, он гениальный. Потому что он за километр чувствует, что где-то кто-то начинает косячить. Как это отразится? Он раньше всех вступает в эту историю. Это твоя компетенция. То есть скажешь, я самый скучный руководитель проектов. Ты находка для определенного класса менеджеров. Особенно там, я не знаю, на каких-то госзаказах. Когда есть же какие-то истории, когда ты хочешь создать там корабль, а на выходе, в связи со всякими изменениями, креативом и так далее, рождается самолет. А у этого точно будет только корабль. Вот по-любому. И это компетенция. А есть те, которые нужны, которые они, блин, они постоянно меняются. Они все время... Изменения ситуации, они начинают придумывать сразу что-то новое. Тот ищет, как от этого отстраниться и проявляет компетенцию. А рядом с ним есть другой, прямо противоположный. И засада заключается в том, что если в этом как раз разобраться, это изучить, то получается так, что тот самый наш внутренний голос, это как раз единственная возможность, технологическое проявление своего ДНК, своих... То есть гормоны работают именно так. Нейронные связи формируются именно таким образом. Ты себя познаешь. То есть сознанию имеет смысл советоваться с тем, что ты чувствуешь. И если ты начинаешь разбираться лучше в том, что ты чувствуешь, про что это, то сознание у тебя только включается креатив. Ребята, я сейчас... Вот мне эта работа осточертела. Я хочу домой. У тебя ответ всегда есть. Это действительно то, что тебе сейчас нужно. А сознание, когда это понимает, оно может только подумать о том, как это сделать максимально безболезненно и максимально эффективно. То есть включается рационально. Но ответ, что нужно делать? Ты его не изменишь. Если ты ненавидишь внутренне свою работу, ничего не произойдет. Потому что этот разум сильнее. И не используете... То есть можно, конечно, вырабатывать методики, бороться с этим, противопоставлять. Не получится. Это самообман, потому что у тебя 3,5 миллиарда лет это все уплотнялось и вырабатывалось компетенцией. Это не то, чем мне сейчас хочется заниматься. Или это то. И если ты начинаешь анализировать... То есть нервная система может находиться, вот опять же, Лена, возможно, либо проверить, либо подтвердить, в принципе, как бы в двух основных компонентах. Ну, во всяком случае, для моей работы это важно. Либо, если ты делаешь вообще то, что тебе не подходит, она тратит всю свою энергию, то, чтобы защититься, чтобы ты не сошел с ума, не спятил, и ей некогда думать о развитии. Она тебя спасает. А когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, она не знает, она не смотрит категориями нервная система, категориями, что такое результат через тысячу лет, через 20 лет. Она думает, мне сейчас хочется идти по улице. Почему? Не знаю. Но мне хочется. И меня, и я, если я занимаюсь нелюбимым делом, я спасаю свою нервную систему, делая то, что... То есть познаешь ты себя в тех вещах, где ты компенсируешь то, что тебе не нравится. Володя, ну ты понимаешь, здесь какая проблема, с чем я сталкиваюсь? Ну, во-первых, я хочу немножечко вернуться к генетике, чтобы неправильно нас не столковали. Это не 33% генетики задействовано, а просто человек из этих факторов формируется. И для того, чтобы максимально проявился талант и все, да, вот что есть в человеке, вот здесь уже среда и воспитание. Причем об равных долях, чтобы вот это было понятно, какой ген и какая тенденция проявится, уже зависит от того вызова, который стоит перед человеком. И я с тобой согласна во всем, но самая большая беда, когда спрашиваешь человека, что ты хочешь, он не может ответить. Да. Вот это вот самая страшная история, на мой взгляд, она самая тяжелая. Ну, если бы... Вот тут вопрос сразу, а как вот этот голос начать слышать-то? Ну, смотрите, сейчас опять буду, я знаю, что это практически провокация, но это и практически не еще. Вот что значит, увлеченный человек. Мне кажется, Володя, ты будешь 8 часов без бумажки. Да, за 4 часа мы это как бы разруливаем и доходим до проекта. Мы начинаем анализировать бессознательность, что ты делаешь, когда тебе ничего не надо делать. С разных сторон мы как раз пытаемся это анализировать. Когда тебе никто, никому ты ничего не должен. Когда ты вот это вот убираешь от себя, я ответственный. Когда я не... Я придумываю всяческие способы, как это анализировать, и каждый ответ я пропускаю еще с точки зрения там маркетинга, своей компетенции, маркетинга продукта, не продвижения, а что это за продукт может быть, пропускаю, кому это еще нужно. И мы, например, я просто приду вариант. Понятно, что все сначала говорят, я ничего не делаю. Но мы от того, что я сижу на диване и плюю в потолок, мы доходим до профессии, до проекта, и человек идет заниматься делом. Да как же ему найти-то вот эту свою хачулку? Вот эту хачулку? На самом деле можно... Я в книжке описывал, как работать с бумагой. Ну, то есть на самом деле ты пишешь, разговариваешь с собой, почему я это делаю, когда мне ничего делать не нужно. Или же, как один из вариантов, вот представь, самая большая, это как раз общественное мнение, ответственность и так далее, и то подобное. Представь, что для тебя есть свободный месяц, а для всех остальных окружающих будет одна секунда. Или, например, после этого ты говоришь о том, что, а теперь у тебя есть два часа, и тебя никто не заметит, никто тебя будет ни в чем винить, и впрок не надо работать и выбирать квартиру. Но то есть ты свободен, и никаких упреков быть не может. И ты погружаешь, что ты будешь делать. И мы дальше начинаем вот копаться, а что человек делает, потому что его нервная система автоматом туда ведет. Но каждый идет за разным. Например, самая большая там целевая аудитория, ну, просто я на этом рынке долго провел, это писатели. Писатели, которые пишут книжки, соответственно, все говорят, ну, все же уходят от действительности в книжки. Все, но все по-разному. У всех совершенно разная мотивация. И кто-то, например, очень нравится ему на самом деле жить, и он наслаждается жизнью, но ему еще не хватает. И он для этого пишет. И у него совершенно другая мотивация. Целевая аудитория одна. Есть другие, которым категорически не нравится эта жизнь. И они спасаются там, и выражают там какие-то свои эмоции, но они даже этого не анализируют. И это торговое предложение, это и есть призвание и миссия. Не профессия, а идея, ради чего ты живешь. Кто-то, например, туда заходит и начинает, говорит, я за справедливость. Вот это мне особенно больше нравится, потому что люди, вот это вот все клише. Не за справедливостью там люди пишут книжки, а за местью. Они придумывают себе страшный герой, в котором сидят. Это страшно нужно тем людям, которых нет сил, нет кому защитить и так далее. Но это писатели, ведь люди заняты бухгалтерией. Да, да, да. Да, вот очень часто у меня просто аудитория идет переучиваться. 30 лет в бухгалтерии, больше не могу. Привожу кейс, смотри. А у нас сейчас, да. Да, давайте мы этот кейс переведем тогда через несколько минут, потому что нам пришла пора послушать бизнес-новости под серебряным дождем. Ой, прекрасно. Ой, прекрасно. По 50 лет музыкантам становишься. Почему музыкантам есть масса разновидностей? Чем ты можешь там жить заниматься? Да. Почему, почему ты там? Что ты там делаешь? Почему, от чего ты спасаешься? Это является мотивами. От чего спасаешься? Да, ну, потому что это один из самых важнейших мотивов. Просто его как раз, где вопрос психологии? Очень часто свое предназначение, оно перекрыто комплексами. То есть вот это вот ты, у меня был, буквально в прошлой неделе, женщина-клиент, и я вообще в шоке, я не знал, как разобраться. Ну, то есть там насилие отца, насилие всех мужчин, которые ее встречали, и все хорошие. Она прожила, она говорит, у меня отец умер от рака, в итоге в 60 лет она с ним все прожила, а я себя виню, потому что я его в день, когда он в 14 лет ее изнасиловала, она его прокляла и себя винит. Я говорю, подождите, прежде чем мы доберемся до вашего предназначения, мы должны хотя бы это отделить. Да, потому что, ну, и таких историй очень много. И очень классная, на самом деле, история, ко мне очень часто приходят люди, а мотив – любовь. То есть я говорю, это тоже, я сразу же задаю вопрос, у меня уже наработан опыт, отделяем, у вас есть проблемы сейчас в личных отношениях? Потому что очень многие ищут, не прозначение им надо, они просто хотят либо доказать, либо хотят вот, ну, найти какой-то выход, или найти себе оправдание, что я на самом деле хороший, я говорю, это, конечно, ну, давайте все-таки мы вот уберем фактор любви, то есть с ней как бы отдельно разбираться, и будем с вами. Если вы хотите найти себя в ком-то, это не ко мне. Связывают, очень часто связывают успешность в работе и успех в любви. Конечно. Нет, а иногда наоборот же говорят, либо карьер, либо личную жизнь складывают. Да ладно, а если другая база, значит, от каждого сильного мужчины всегда стоит сильная женщина. Да. Тоже все из той серии. А если слушать себя и свою нервную систему, у вас всегда есть ответ, что вам сейчас важнее всего. Вот тот чувачок, который всегда подскажет. И за этим ощущением ты идешь, и ты понимаешь, и как раз гармонично ведешь, что твое ощущение счастья, оно как раз всегда очень сбалансировано. Потому что, когда ты, например, там пашешь-пашешь-пашешь, в какой-то момент тебе твоя же нервная система скажет, не, подожди, давай притормозим немножко. Ну, ты не тормозишь, ты не слушаешь. И тогда все, ты пошел в другом направлении, не то, что хочет твоя нервная система, а у нее одна задача, чтобы тебе было хорошо, и ты выжил. Все. Значит, она убирает все любовные отношения. Это объективное, то есть она дает... Нервная система говорит, что такое для тебя счастье здесь и сейчас, и в ближайшее какое-то время. А мы думаем рационально. Если я, например, вышиваю крестиком, ну, разве это бизнес? Да, так себе занять. Хрен его знает, бизнес это не бизнес. Ты сначала начни вышивать крестиком, и у тебя в итоге придет идея, как крестиком выстроить дома. Я не знаю этого, но на самом деле так оно работает, вот эти идеи появляются откуда-то. Да, это все, конечно, для эфира. Не, 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 да, как раз, да, мы сейчас все равно вещаем. Вот я думаю, здесь еще одна закономерность вполне, вот то, что я наблюдаю. Если у человека случилась любовь, и она счастливая, ну, скажем так, хотя бы на два с половиной года, то у того и у другого очень быстро идет карьерный рост. Ну, если она вот та самая, да, вот, когда люди совпали не потому, что мы в отношениях, а когда вот полет какой-то, да, состоялся. Ну, вот про любовь это, вот я, кстати, сейчас, сейчас я пишу как раз книжку. Про любовь? Нет, про счастье, но там, опять же, я понимаю, это все, вот, все понятно, все понятно. На самом деле это и есть любовь. Любовь не к человеку. А в принципе вопрос не полюбить себя, сейчас как раз, возможно, ты будешь возражать, а полюбить... Ты вдруг понимаешь, я люблю этот воздух, я люблю эту женщину, я люблю это дело. То есть, и вот это ощущение, когда мы говорим, а когда ты счастлив? Вот спроси любого. Говорят, ну, когда ты связан все равно с чувством? С чувством. К чему-то, да. Любовь. То есть, если ты что-то любишь, и, соответственно, если ты идешь за этим чуваком, ты как раз все время двигаешься рядом с ощущением, я люблю, и ты, чувство у тебя гармонии и счастья, оно только тогда наступает. И без денег счастливым тоже быть нельзя, потому что твоя же нервная система скажет, хреново, да, в общем. Есть хотим, да, и выпить хотим. Слушай, ну, получается, что если заходить вот с этой стороны, то идея о том, что вылезти из болота, вот, собственно, можно только на базе позитивного эмоционального подъема какого-то, что бесполезно сидеть в болоте, скулить и ждать чуда. Пока тебя не зацепит какая-то вещь или что-то в этой жизни. Да, да, ничего не произойдет. Пока ты эмоционально не взлетишь, драйв, вот этот кайф не пойдет, то нечего и начинать. Да, но самая засада заключается в том, чтобы начать и поверить, что это и есть рационально. Да, вот эта вторая часть очень трудная. Потому что, да, именно, ну, ей посвящаешь время, и я трачу время исключительно и провожу там свои эфиры в телеграмме именно для доказательства. Потому что, ну, верить сложно. Знать, если ты знаешь, если доказано научными фактами и так далее, логикой обычной и так далее, то тогда ты просто начинаешь доверять непонятным ощущениям. То есть мне сейчас вроде надо насовещал его, а я иду гулять. А мне хочется. Ну, это же бред. Нет, нет, это не бред. Потому что на это гуляние, нервная система, если сделала их хорошо, она дальше креативит. Она говорит, а как сделать еще лучше? И она тебя начинает вести, и к чему ты придешь, непонятно. К чему пришел, опять же, я, кем я только, на самом деле, к кого я тоже не учился. Самый большой результат, на самом деле, это режиссура дала. Вот обучение режиссуре. Как это института, то есть у меня пазлы начали складываться. И потом, собственно, институт психологии, а не нейробиологии, да никогда в жизни мне в голову не пришло рациональным мышлением ей заняться. Я просто понимал, что там лежит пазл какой-то важный. Что там есть? Да, и это привела меня дорога. Это та самая нервная система, когда занимаешься тем, что тебе нравится. И я не знаю, чем это закончится, на самом деле. Кроме Елены Новоселова, у нас сегодня в гостях Владимир Чичизин, брендмейкер и автор книги делай что хочешь и будь что хочешь, как достучаться до себя. Выясняю, как любому человеку действительно можно найти свое предназначение. Если у вас есть такие же вопросы или аналогичные, плюс 7903-7976-333, ваше мнение приветствует. Вот мы сейчас за эфиром говорили о том, что, в общем-то, в любую идею, да, вообще к себе дверей очень много. И порой мы стучимся в запертые, которые неэффективны. Вот Володя говорил о том, что любовь, как ни странно, да, это тот драйвер, который может вести тебя по жизни. Ну, все схватились за сердце, сказали, если нет любви, если вот он подлец, она вообще, не знаю, да не про это речь. Речь идет о том, чтобы во что-то в этой жизни влюбиться. То есть не влюбиться в человека, а влюбиться в принципе во что-то. Это может быть что-то, это может быть человек, это может быть дело, это может быть звездное небо, это может быть все, что угодно. Работа. Работа, а работа? Работа. Ну, вот. Ну, работа, до этого еще дойти надо. Можно я сейчас просто идею? Так вот, смотрите, почему я говорю разные двери. А психология утверждает, что без того, чтобы эмоциональный тонус поднять, вот выйти из состояния уныния и апатии, без этого ничего не получится. То есть первый шаг, который тебя поведет, это как раз, когда ты начинаешь внутри искусственными способами, имею в виду, давать сигналы органам чушь, что тебе хорошо, да? Хотя ничего у тебя в реальности не меняется. Моя ода горячей воде и тапочкам, да? Я помню, записки из сумасшедшего дома, но это работает, когда ты начинаешь все это делать. Либо это действительно вдруг тебя накроет, это самая любовь, еще раз говорю, неважно к чему. И вот тогда у тебя повышается эмоциональный тонус, и ты уже можешь за ним идти, Володь. Извини, что я так долго вступление такое сделала. Мне подытожить хотелось, чтобы не было разногласия. Да, смотрите, ну вот на самом деле, как бы это ни звучало, я просто против абстракции, чтобы люди просто подумали, поняли об этом, что я все про науку, про доказательные истории, чтобы не верить в себя, не полюбить себя, а чтобы понимать, что на самом деле происходит биологически. И наши ощущения, то есть что такое ощущение счастья, то, что занимаешься своим делом? Это ты любишь. Ну то есть это чувство рациональное на любовь не влияет. Полюбить себя, я не знаю, что опять же скажут, это невозможно. Потому что либо ты себя любишь, либо ты себя не любишь, но и на самом деле ты ощущаешь счастье не когда ты себя любишь, а когда ты любишь что-то. Когда ты любишь эту воду, это небо, эту женщину, этого, там я не знаю, друга, эту работу, эту славу и так далее. Вот если в твоей жизни есть что такое любовь, это к этому и ведет твоя нервная система. Ей хорошо, когда хорошо. То, что люди говорят о том, что они ничего не любят, как бы, собственно, я, опять же, технологически, чтобы было понятно, есть предмет, как мы с этим копаемся? Так не бывает. Ты до своих лет каким-то образом добрался. Ты как-то выжил. Нервная система не может ничего не думать, она не может ничего не чувствовать, и она тебя каким-то образом спасает от этого всего. Ты сейчас куда-то добрался. Мы как один из вариантов, один из путей, которые анализируются. А что ты делаешь, опять же, когда тебе ничего не нужно делать или когда тебе плохо? Куда ты сбегаешь? Это, опять же, ты это... Это не сознание делает. Это сознание научилось, расшифровало и поняло, что на самом деле мне нужно погулять по улице. Володь, погулять по улице — это прекрасно. А если диван и пиво? Если диван и пиво, когда ты сидишь на диване и пиво, ты о чем-то думаешь. Твои мысли чем-то заняты, кроме мысли о том, что я полное дерьмо и жизнь отстой. Ты все равно о чем-то думаешь. Ты думаешь про это пиво. Ты думаешь, как вот, говорю, один из примеров, он описан, на самом деле, и в книге, просто слишком часто приходится его приводить, когда человек, он думает, он от нечего делать, плюю в потолок, думает о том, что здорово, что он своим там рабочим когда-то настоял, что на 3 сантиметра телевизор должен быть выше, хотя они говорили, что это не принципиально, потому что ему так удобно его смотреть. Он потом начинает... То есть вот этот поток сознания ты имеешь в виду, да, вот то, что это словомешалка, которая... Да, абсолютно, что на самом деле, то есть мы разбираем бессознательное, про что это. Человек у своего дивана сам когда-то переделал одну боковину, потому что лежать на ней удобно. Он лежит все время в одной... Он ее, блин, переделал, потратил на это кучу времени, а он совершенно не анализировал этого. Потом выясняется, что он 3 раза перекрашивал вам стены и так далее. Мы копаемся просто в этом всем. Но он просто... Он айтишник, да, он своих заморочек каких-то был. Но в итоге мы приходим к тому, это не я говорю, просто мы обращаем внимание, это твоя нервная система туда тебя приводила. Если вы думаете, что всех туда приводила, ну, каждый из вас скажет, нет, все лежат на диване по-разному. И даже когда смотрят телевизор, можно разобрать на самом деле, что ты, оказывается, смотришь там одних и тех же героев, фильм про одних и тех же типичных героев, и у тебя это болит. Мы начинаем копать туда и разбираться в этом. И начинаем погружать в процесс, окей, соответственно. Да, на листочке что-то рисует, он чертит. Давай погрузимся в процесс теперь несколько более в сознание. Задача, собственно, расшифровать подсознательное и превратить, да, в сознание. Давай ты попробуешь сделать проект. Свой собственный или друзьям найдем целенаправленно и посмотришь, что ты чувствуешь в процессе. Результат не имеет никакого значения. Это, опять же, вот это вот все эффективные менеджеры в Пёрле. Имеет значение процесс. А результат это побочный эффект процесса. И мы, когда и профессии выбираем, мы же очень странно на самом деле себя ведем, мы выбираем по результату. Мы представляем, мы будем великими юристами. Это, кстати, смотри. Ошибка-то в этом какая? Ведь это же огромная ошибка. Очень часто выбирают великими юристами. Это ты хорошо сказал. Как правило, это так. Пойду-ка я на экономический. И там будет куча денег. Там будут деньги. Там все равно на работу возьмут. Точно устроюсь куда-нибудь. Точно устроюсь куда-нибудь. Юристы востребованы всегда. Это вами говорит стереотипное сознание. Я могу рассказать, как оно возникло. Но это, наверное, я не знаю, не хватит эфира. То есть откуда оно появилось? Вот это наше рационализаторство. Это защитная реакция. Конечно же. Когда, да, мы потеряли взаимодействие как раз той самой природы с точки зрения этих инстинктов. У человека вот это вот все никак не пойму. И у человека нет инстинктов. Нет инстинктов. И он как раз, находясь свободным, никто не управлял, это страшно. То есть, оказывается, от тебя все зависит. Ты волен прыгнуть с окошка. Ты волен все, что хочешь делать. И начали приспосабливать как раз объяснения, чтобы не надо было принимать решения. Чтобы не ошибиться. Потому что отсутствие свобода порождает боязнь принятия решений. Свобода страшное дело. Вот. Свобода это очень тяжело. Мы начинаем, погружая, опять же, говоря там, допустим, как мы выбираем, помогаем детям выбирать профессию. Например, родители, это же очень часто так бывает, занимаясь какой-то профессией, выбирают, иди вот туда, вот только не там, где я. Только не запросить. Знаете, почему так часто? Потому что, ну, это же, на самом деле, глупость. Это же глупость, потому что это то же самое. То есть, вы сделали уже ошибку. Вы приняли решение, что, возможно, там будет хорошо. А занимались процессами, а не результатами. И до результата даже можно не добраться. И вдруг предлагаете профессию, процесс которой. Процесс. Вы не знаете. И опять думаете о цели, о результате, типа, представляя, ты будешь стать великим режиссером, пойди в кинематографию, ты можешь стать великим, да, экономистом, ты можешь стать великим хрен знает кем. Не знаю, можно ли это говорить в эфире. Это можно, это растение. Да. Вот. Но, тем не менее, и принимать решение, а нужно погружаться в процесс. Если ты погрузился в процесс, он тебя может увести куда угодно. Ты можешь стать, с одной стороны, дизайнером, а потом, то есть, чертить, да, мне нравится. А кто-то скажет, не, мне не нравится в процессе, я не кайфую, именно когда это делаю. Да, кайфую от результата. Бывает же. Если я не кайфую, очень часто, и вернее, практически всегда происходит, тебя уводят куда-то в сторону. Ну, например, ты решил попробовать, хочешь ли ты быть дизайнером, лежа на вот этом диване, а потом выясняется, что ты основное количество времени автоматом пратишь на подбор краски стен. И у тебя понтоны, блин, и больше занимают времени, чем у тебя там дизайн. Значит, мы идем туда. Значит, мы опять идем за твоими ощущениями, ты где-то в процессе кайфового. И, возможно, это связано с красками. И мы начинаем, опять же, анализировать, потом всплывает, что есть связи, потому что всегда такое было. Всегда такое бывает, что где-то, как-то, когда-то я где-то задержался. И ты идешь, не обязательно ты открываешь свой бизнес, но ты в любом случае хотя бы идешь туда, и там начинаешь даже работать, чтобы, опять же, быть в процессе. И это касается не только творческих вещей. Вот, опять же, типичный пример, очень забавный. Девушка закончила МГИМО, несколько лет работала помощником посла. То есть, как бы, все хорошо. Но, блин, тоска зеленая и так далее. Что, как ты спасаешься от этой тоски? Что ты делаешь? Ну, понятно, сначала простые способы. Ну, понятно. Да, а потом все равно я вытаскиваю всех своих кукол и начинаю, да, я им навожу прически. Это же бред, это же глупость. Но, тем не менее, у нее салон. Сейчас она занимается, у нее свой собственный салон, и она работает в этом салоне непосредственно мастером. И тащится от этого процесса, и все у нее хорошо, и много стоит. А можно вопрос? Вот мы говорили, из какой точки нужно начинать искать себя? Важно ли это? Из точки абсолютного уныния, или когда мы из этого уныния немножечко вышли и поняли, что нам нужно что-то делать? Вот можно я, да, сначала скажу? Да, Лена, скажите. На мой взгляд, в точке полного уныния и болота приходит осознание, что все не так. То есть вот отсюда. Вот там приходит, да, приходит... Добравшись до дна. Осознание или просто ощущение? Ощущение, тасказель. Я не имею в виду, что есть осознание в цифрах. Осознанности там нет. Вот что называется, вот то самое растение, мне оно. Вот мне вот так вот. И все черно-белое или серое. И ничего не радует. И вообще вот все плохо. Вот это та точка, которую ты достиг, вот чтобы подумать, а что-нибудь можешь сделать с этим, а? Не знаю, что, не знаю, куда, не знаю, зачем, не знаю, почему. Первое, что хорошо бы сделать, это все-таки начать двигать себя, разгонять вот эту кровушку, да, желаний и эмоции. Самые главные эмоции. А для этого можно влюбиться в собственный, ну, там, не за рядом с тобой парк какой-то, там есть три дерева. Вот ходи вокруг них и смотри на них, да, радуйся чему-то. Вот найти маленькую радость и на нее опереться, а потом идти дальше. Как, Володь, я согласен? Да, я абсолютно совершенно согласен. Единственное, что я, возможно, только добавлю, что двигаться можно из разных точек. То есть ко мне приходят люди, когда мы занимаемся конкретно уже маркетингом, брендингом и так далее, когда они приходят с конкретным проектами. Это следующий этап, скажем так. Но прийти ты можешь всегда, и как раз, когда мы занимаемся брендингом, все равно нужно понять, а в чем уникальность именно твоего мышления, чем твой продукт будет в итоге отличаться. Это, кстати, тоже можно привести пример. То есть можно идти из любой точки, но, опять же, смотрите, это подтверждение. Когда тебе совсем плохо, ты не понимаешь, что происходит. Но ответ-то уже есть. И более того, если вы поймете, вы задумаетесь, у вас есть ответ, что не надо делать, а что надо делать. На самом деле, ответ всегда есть. Опять же, даже на уровне пойти погулять, и эта работа отстой, ничего не изменится, если как вы это не будете анализировать. Потому что ваша нервная система 3,5 миллиарда лет формировала способ своего выживания. Это все замечательно, но что люди скажут? Вот, у меня тоже вопрос о том, что надо найти, нащупать вот этот свой внутренний голос, понять, что ты хочешь делать, но потом, когда тебе третья тетушка скажет, ты что, совсем свихнулся, хочешь тут, значит, рисовать картины, я не знаю, на ткани? Ты невольно начнешь сомневаться. Конечно, именно поэтому я все свое основное время, кроме работы с клиентами своими, трачу на то, чтобы дать доказательства. Не то, что люди боятся, что да, кто-то меня осудит. Но дело все в том, что нервная система, опять же, она учитывает и этот фактор в том числе. Она реально, у тебя все равно ответ есть. Мне прислушаться, то есть мне вот лучше с этим не связываться, у тебя ответ есть. Либо доплевать, у тебя внутренний голос, тебе вот тот самый, он все равно подсказывает. И эта нервная система, как раз вот эти обмены нейромедиаторами в нейронах тебе дают, скажем так, коллективное мнение, типа, окей, давай вот с этим вот как бы не будем связываться. Либо, на самом деле, свяжемся. И нравственность, на самом деле, вся тоже туда заточена. Что такое совесть? Это те же самые чувства. Отличная тема. Про какую книгу говорить? Свою. Да. Сейчас напишем. Про какую-то, сейчас придумаем. Нет, так мы же вроде даже сказали. Может, вопросики там есть какие-нибудь? Нет, вот будет запись эфира, есть, шла в медицинский, одни родители говорили, что всегда на эту работу. В итоге были правы другие родственники, денег платят мало, хоть сменили клинику, хоть работают сутки напролет, хоть соцсети разве. Пока нет обеспеченных родителей, помощников, выйти на высокий заработок стабильно и сложно. Для большинства невозможно. Марина терапевт из Екатеринбурга. Ну, безусловно, но если человек уже все для себя решил, что невозможно, ну, ей никто не поможет. Вопрос, когда ты задаешь вопрос, и ты понимаешь, что тебе нужен ответ. А если ты для себя точно решил, что это не работает, найти призвание нельзя, ну, нельзя, нельзя. Возникает, простите, глупый, банальный вопрос, а вот этот внутренний голос, с которым мы говорим, он всегда прав. Конечно, прав, потому что он же про тебя и про твои компетенции. Он не может. Он относительно кого, относительно чего, относительно, то есть он про то, чтобы тебе было хорошо. Никто больше не хочет. Но он же тоже сомневающийся, этот внутренний голос. Когда я, отлично, смотри. Вот, как верно заметил, у тебя начинает подключаться кто-то, и внутренний голос начинает сомневаться. Это не внутренний голос начинает сомневаться, это сознание начинает сомневаться, а внутренний голос, он может сказать, то есть это тоже чувство. у меня недостаточно данных, то есть сомнения внутреннего голоса, безусловно, существуют, но это же как раз ответ, то есть, чувак, мы не можем принять решение при отсутствии данных, и оно тебе подскажет, где эти данные брать, то есть ты туда идешь, накапливаешь, когда у тебя не будет окончательное это ощущение, блин, скорее всего, там да, и оно тебя вытащит, если оно тебя загонит условно там куда-то, ты опять будешь чувствовать, ну, как-то не туда, и она корректирует путь, потому что, ну, потому что с этим опытом, ну, 3,5 миллиарда, не поспоришь, и это же в направлении в какой-то вырабатывать, у каждого, у каждого своё ДНК, у каждого по-своему вырабатываются гормоны, не в целом, а в чём-то. Володь, вот смотри, здесь какая засада, ведь всё равно человек должен социализироваться, если он не социализируется, да, то он прёт всё время по встречке. Ну, Ленечка, ну, на самом деле это учитывается, вот я же не пру по встречке, то есть я в чём-то пру, а в чём-то не пру, где-то я даже могу поскандалить, даже ради прикола могу поскандалить, я понимаю, что мне это нужно. Это, кстати, тоже касается и худения, и не худения. Я за этот год похудел на 17 килограмм, набрал опять там ещё 5 килограмм, я знаю, что я сброшу, я не парюсь об этом, потому что мой внутренний голос мной управляет. Он мне говорит, сейчас тебе нужно поесть, выпить, посмотреть классную кино, что это тебе нужнее. И когда я там, условно, месяц, допустим, сижу, и в этот момент, на самом деле, я разрабатываю книжку, ещё что-то, у меня продуктивная работа идёт. И это не я придумываю, это опять же меня двигает. А потом она тебе говорит, ну, теперь как бы от жрачки ты получаешь меньше удовольствия, чем от видов в зеркале. Давай как-то... Это всё управляемо. Я себе разрешаю, это вот эта история психологии, разрешить себя. Если ты разрешаешь, просто ты идёшь всё равно... А к разврату это всё не приведёт? Я разврат имею в виду, понятно какой, да, жру, пью, да, ничего не делаю, да, и... Нет, тут даже нет... Я вот думаю про компромиссы какие-то. Вот, допустим, не знаю, человек, глава семьи, да, у него там трое детей, допустим. И вдруг он понимает, что вот, да, я там хочу, я не знаю, кукол для кукольных театров делать, вот всю жизнь хотел, вот у меня. И он находит это дело. Но, допустим, он меняет свою профессию, у него там всё получается, он ему идеально. Но на эти деньги, которые он получает в этой профессии, он может жить только один в какой-нибудь маленькой скромной квартире. А у него трое детей. И вот он как бы не хотел, ему придётся... И это всё будет управлять, опять же, прекрасная нервная система. Всё это учитывается. Во-первых, это решаемо. И как, на самом деле, я же не преповедую по позиции бросать свою нелюбимую работу. Я... У меня есть... У меня сейчас 4 минуты, извиняюсь, что перевёл. У нас 4 минуты сейчас останется на конце эфира. Новосёлова Тайм И кроме Елены Новосёловой у нас в гостях сегодня Владимир Чичирин, брендмейкер, автор книги «Делай, что хочешь и будешь, что хочешь, как достучаться до себя». Давайте как-то спромулируем, может, какие-нибудь тезисы, принципы. Как же до этого подсознания достучаться, внутренний голос, честный вы... Жить-то как, скажешь? Да, как жить-то уже в конце концов. Ну, во-первых, самое главное — это поверить своему внутреннему голосу, что он на самом деле прав, и его на самом деле с ним возражать очень сложно. И он учитывает и социализацию, он учитывает и ответственность на самом деле, потому что деньги, безусловно, они нужны, и вам будет плохо. Чувство будет, что мне плохо от того, что нет денег. Чувство будет от того, что я недостаточно... Так, первое, значит, мы задали себе вопрос. Я просто вот, да, сама все проэкспериментирую. Что я делаю, когда мне ничего не надо делать, никто ничего не ждет? Второе. Верим внутреннему голосу, любим свою словомешалку и обращаем на нее хоть какое-то внимание. Да, ее просто нужно... То есть все равно нужно осознать, рационализировать. Так, нет, сначала мы ее слушаем, потом мы ее рационализируем. Да. Да? Либо на самом деле, вот, наверное, это высший пилотаж, когда я, например, не рационализирую, я прислушиваюсь, я пытаюсь действительно понять, чем это связано. То есть чтобы это не было связано, ну, с тем, что я выпил рюмку водки, и у меня... И как раз в этом состоянии это уже не я, это уже не я. Нет, это точно... То есть без замененного сознания. И я интересуюсь, если мне сознание подсказывает, что это вроде как бы безопасно, да, и все-таки оно есть, я иду туда и следую, то есть я за своим чувством двигаюсь, чтобы узнать. Вот, замечательно. И тем не менее, да, потому что люди нас слушают, это мы с тобой давно знакомы и понимаем, да, конву разговора, и Андрея с Татьяной понимают, и Роман, потому что уже много наслушано. А кто-то вот сейчас спрашивает, ну так, что делать-то, да, вот конкретно, вот мы сказали, хотя это тоже конкретика очень такая, да, индивидуальная, скажем. Да, после того, как свой внутренний голос услышал, доверился ему хотя бы разочек попробовать. Понять, как ты его материализуешь, то есть на самом деле что ты делаешь? Ты, у тебя происходит процесс, и он материализуется, то есть если, например, ты гуляешь по Москве почему-то, то есть на самом деле материализация, как она может материализоваться? Ты можешь продавать условно там экскурсии по Москве, с малого, не имея отношения к чему, это же не заработаешь, заработаешь. Ты пока не понимаешь, как, но ты именно будешь проявлять, то есть смотрите, самое важное, в брендинге нельзя создать офигительно великую, значимую вещь, конкурентоспособную, если ты не любишь свое дело. Это про экономику, это уже не про психологию, это невозможно, и именно от этого мы пришли. То есть только там, что ты любишь, можно создать что-то великое, соответственно, думай о том, что ты любишь делать, как это, почему ты это любишь, значит, это кому-то еще тоже. Нужно, и ты можешь понять, какой это может быть продукт, во что он может реализовать, и для этого бросать работу не обязательно, это можно совмещать и рассматривать свою работу, которая занимает 99% твоего времени, как ресурс для реализации этого. Ну, это сложно, на самом деле, сейчас объяснить, но тем не менее. Очень понятно, как раз таки. То есть ты начинаешь думать категориями, не что я работаю, а что я путешествую и брожу по улицам, но для того, чтобы это позволить себе, я трачу, да, это вот. Но я могу собрать группу, да, и повезти ее куда-то, и у меня появятся деньги для того, чтобы туда поехать. Мне еще очень понравилась мысль, что вот призвание, оно может быть иногда отдельно от работы, что действительно не обязательно бросать там дело, которое ты занимаешься, которое приносит тебе деньги, чтобы, возможно, вкладывать эти же деньги в то, что тебе действительно нравится. Просто либо ты ничего не делаешь, либо ты берешь, занимаешься этим 1%, а потом процентовка начинает меняться. И опять же, есть то, что я работаю с некоторыми клиентами, там, с советскими салонами, когда мы выясняем призвание людей, сотрудников, оно не связано с их непосредственной работой, и начинаем с собственниками договариваться, как можно, с одной стороны, для компании эти ресурсы использовать, а с другой стороны, для людей. Например, любит танцевать и уходит там все время быстро вечером убегать на свои танцы, и клиенты раздражаются. Она стала участником рилсов, тиктоков и так далее в пропаганде этого продвижения этого салона, и мы ее перевели на утро, потому что новая услуга родилась, быстро стрижет перед работой. Ну, то есть условно, я говорю. То есть это все совмещаемое, и везде можно получить пользу, но человек делает круто то, что любит. Знаете, что самое страшное, что сидим на попе ровно. Вот для того, чтобы все это реализовывать, надо уметь складывать эти пазлы и видеть, что если ты пошевелишься, что пойдешь этой дорогой, то твоя жизнь может измениться вообще все к лучшему. Елена Новоселова, Владимир Чеченович, спасибо вам большое. Всем доброго дня. Спасибо вам большое. Мы с вами тоже прощаемся, до завтра. Берегите себя. Пока-пока.